Да, Дэнс, наверное, сейчас не работает. Я прочитал, что надо 500 метров в версии для PlayStation. Но я не знаю, как там считается. 500, это, может, 50 по-нашему, в нашей версии. Поэтому я не уверен, сколько надо, чтобы они танцевать начали. Ну, что у нас тут? Здесь вот каток появился. Зомбони. Так называемый. Вот этот чувак. Он, короче, после себя оставляет лёд, на котором нельзя ничего садить. И поэтому для него нужно использовать джалапена. Вот этот перчик. Джалапена. Вот так он звучит, интересно. Ну что, попробуем с перчиком вот так вот пройти. Не брал я водоросли эти. Ну и ладно. А чуть позже будут бобслеистые вот эти чуваки. И когда много льда у тебя, например, 4 клетки, 5, они очень много появляются их. Если лёд есть. Если нету, то... А, нет. Их много появляется всегда. Но они не появляются, если нету льда. А если есть лёд, они очень далеко сразу как бы проходят, проезжают. И, соответственно, если ты лёд не будешь убирать с помощью перчика, то получается, ты сам себе усложняешь задачу. Поэтому за этим надо следить. Там будет в будущем такой уровень сложный. Он считается самым сложным в игре. То есть, многие не могут пройти. Я сам помню, не понимал, как его пройти постоянно. Там сразу начинаются бобслисты в начале. И как бы у тебя нету ни денег, ничего. И тебе надо как-то их убивать быстро. И, в общем, там надо очень быстро прокачивать экономику. Вообще, быстро-быстро. Ну и проходится, конечно, без проблем. Это в начале. Когда я играл три года назад, по-моему, в эту игру, тогда была проблема. А сейчас я понимаю, что это орешки просто щёлкать. Даже не три, а четыре или пять лет я проходил назад. Давно, в 2010-м, скорее всего. Так, ну что? Ничего интересного не происходит. Не знаю, что рассказывать. А вот, я тогда спрошу у вас, какие игры вы мне рекомендуете пройти дальше? То есть, я назвал, какие я буду проходить. Растения против зомби, Kingdom Rush, Defense Zone, Defense Zone 2. Кстати, игра Defense Zone это от российского разработчика. Defense Zone 2 то же самое, это его. то есть, там буквально, может, даже один человек делает эту игру. Ну, парочку, наверное. И они обещали даже третью часть выпустить. Третья часть выйдет, скорее всего, в этом году скоро. Я на фейсбуке группу лайкнул и слежу там за новостями. Он пишет, что скоро будет третья часть готова. Я с удовольствием третью пройду. Я попытаюсь, конечно, игру пройти на последней сложности и со всеми жизнями, но там реально сложная игра. Вот если хотите сложную игру, попробуйте Defense Zone на последней сложности. Там реально есть сложность хардкор, можно сказать. Именно не теряя жизни. Понятно, что можно пройти теряя жизни, а вот моя задача пройти на сложности хард, не теряя жизни. И там же сразу есть ачивки. То есть там 21 уровень, например, в первой части и сразу 63 ачивки, то есть на каждой сложности. Но, по-моему, когда ты проходишь сразу на сложные, тебе сразу три ачивки дают, поэтому, а я люблю ачивки, сразу три получать за один уровень, то есть это халява. Один уровень прошел, но там как ачивка звучит так, что нельзя потерять жизни, то есть идеально надо пройти. Не просто пройти, а без потерь жизни. Но игра такая хорошая, конечно, там, стратегическая. Я вам покажу потом. Но я уверен, что многим, конечно, она не понравится, потому что она не такая как бы веселая, как эта игра. Она такая серьезная, такая военная игра, музыка такая играет серьезная абсолютно. Там нету приколов каких-то, как тут. то есть она не для всех, но мне она нравится. Нравится тем, что она какая-то хардкорная и красиво очень ракеты летят, все стреляет, красиво все это сделано. Я уже много видео про нее делал на другом своем канале. Ну, без комментариев, так просто проходил. А второй раз я хочу уже пройти на последние сложности. Я проходил на средние сложности всю без потери жизни. Это довольно сложно было. Мне к трубе по 10 по 20 раз перепроходил. Посмотрим, что будет на этот раз. Так. Так, пошел каток. Так, 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 сейчас мы его быстренько. Опа. И нету катка. И нету льда. Все четко. сейчас еще за 325 куплю. И на вторую, на шестую линию, на пятую линию, вторую, пятую линию, да. Я вот, кстати, никогда не задумывался, что вот здесь вот 6 линий становятся. То есть в обычном уровне там сколько? Там 5 линий, а здесь оказывается 6. Я вот сколько не играл, никогда не ну, как бы не задумывался, что здесь 6 линий. А здесь 6 линий, из-за этого получается у тебя денег очень много, намного больше. И вот у меня получается 12 сэнфлауэрсов, а не 10. Я даже никогда об этом не думал, не замечал этого. Такой вот интересный нюанс. Я думаю, многие из вас тоже не замечали, что здесь 6. Как бы не считаешь часто и не понимаешь. отличия. То есть во всех главах у них получается 5 линий, только в этой 6. Ну, а моя любимая глава скорее всего последняя, потому что у тебя уже открыты все растения, как-то и крыша там прикольно сделана. Ну, и босс в конце конечно веселый. Поэтому пятая глава она самая веселая. Самая неинтересная, как мне кажется, первая глава, потому что по сути первая глава это тренировка получается. Тренировка, где особо трудно проиграть, все легко. А я люблю хардкор. Так, значит, мы открыли шипы. Шипы одноразовые, ты их ставишь, ну как одноразовые, если на них наезжает вот этот каток, то это одноразовый, они сразу исчезают. они взрывают каток и тебе придется снова их покупать, но в будущем откроется апгрейд, который делает их многоразовыми, по-моему, на три раза, то есть три катка можно взорвать, а может пять, я вот не помню сколько. Ну, сейчас будем проверять, как они работают, конечно же, протестим их, покажу, как они, я везде их поставлю и на обычных зомби, то есть три последних ряда я поставлю везде шипы и вы увидите, как это все работает, если вы не играли в эту игру или мало использовали шипы. Тут есть даже стратегии такие, что ставишь везде шипы и в конце ставишь орех, орех блокируют и они стоят и сами умирают, потому что шипы колят постоянно атакуют и есть такая стратегия тоже я только немножко лоханулся я не взял мину и теперь мне будет сложновато вначале поэтому мне придется 50 тратить не 25 мина а 50 то есть это все таки расходы да оно сразу работает вот эта тыква она сразу может атаковать влево и вправо то есть она более эффективна и она сразу может и 10 зомби убить если справа идут мина она не такая эффективная с точки зрения но мина дешевле то есть мина вначале картофельная мина она больше подходит и вот сейчас например тыква восстанавливается до сих пор я ее поставить не могу надо раньше их ставить чтобы следующий восстановилось на следующего зомби вот вот так и вот дела так пошел следующий значит мне надо 325 срочно копить я тогда вот часы поставлю за 325 нет смысла тыквы эти строить они только тебя тянут ко дну они дают начали развиваться ты тратишь много на них и твое преимущество сводят на нет все ставлю отлично мы кстати их медленно убиваем и следующий зомби только сейчас появляется но он уже с конусом поэтому ну давай шипы поставлю я здесь для разнообразия и водоросли так сейчас за 325 куплю я этого тыквы наверное убью может поставить так пусть убивает пусть ест зато я смогу поставить безопасно тройной горохомет ну что немножко скучновато становится конечно тут я уже жду мини-игры быстрее но я наверное все-таки второй раз пройду игру я так понял там не открываются новые растения или открываются что-то я не въехал поставлю шипы как я говорил четыре линии будет четыре ряда последних ага четыре а здесь будет блокировка да-да-да нормально вот сейчас этот зомби будет есть орех и постоянно получать повреждения урон от моих шипов к сожалению он его съел быстро потому что уже предыдущий зомби практически съел ставлю водоросли я не знаю есть ли тут подводные зомби нету их но 25 это по сути как мина считай и она сразу работает не надо ждать как мина ну что первая волна а всего здесь аж три волны будет ставлю шипы как и обещал везде абсолютно шипы сюда то есть мы уже готовы к каткам и нет смысла их взрывать там вишней кстати я вишню тоже не взял что вообще плохо все выбрал но это не беда и так пройду так как я говорил версии для playstation наверное для xbox тоже не надо кликать вот это вот солнце чтоб собрать просто вводишь курсором и у нас автоматически собирается то есть менее напряжено на самом деле так всегда делают для playstation потому что игроки на playstation и xbox например такую игру они хотят пройти например расслабиться и как бы подкат 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 подкатами добавили то есть ты можешь подкатами так влево вправо уходить это так это как dodge можно считать а для для версии для других версий нет только для консолей такое сделали интересно например что на нинтендо чем отличается планс версию зомби с на нинтендо я знаю что там что-то какие-то эксклюзивные миссии эксклюзивные только на этой консоли доступные просто интересно что это может быть в будущем я пройду но только без ачивок так просто быстро пройду а там по-моему на нинтендо насколько я знаю у них нету вообще ачивок достижений нет такого по-моему у меня есть нинтендо вью и там по-моему я проходил марио карт восьмой и там мне не было никаких ни достижений ни ачивок я что-то не помню они там что-то совсем плохо с этим ну с другой стороны ладно тогда дети уже не будут там собирать это но все равно это по-любому стимул играть больше в какую-то игру уделять больше времени они должны это сделать если у них нету почему бы и нет всех есть уже консоли это на стиме есть даже достижения вот почему я на стиме сейчас играю мне нравится так как бы у них сохранение сразу сохранится в стиме в этом в облаке стим клауд соответственно если захочу потом в эту игру через там два года поиграть три у меня мое сохранение будет а это очень классно ты оставляешь историю так сказать и в будущем сможешь что-нибудь вспомнить вспомнить как ты раньше играл прогресс свой оставляешь ну правда там я смотрю в стиме ограничения сколько ты хранишь но я не понял это для всех игр или это только для одной игры там что-то 50 мегабайт по-моему сохранение или сколько или 500 но я так не понял это только для одной игры или это вообще все игры в стиме которые ты можешь держать но если так то это мало все-таки они зарабатывают можно сказать миллиарды на стиме потому что они берут проценты от суммы которую ты платишь а я не всю сумму дают разработчикам издателям а например там 30 процентов себе берут или 20 так мы открыли торч вот ну это как бы горящий пенек я не знаю как сказать перевести торч это пламя вот это дерево то есть я бы перевел как горящий пенек так ну что это какой девятый уровень что ли тогда я покажу вам красиво сейчас как будет все гореть мину главное взять блокировку ну да вот так вот сейчас будет красиво и вот этот уровень кстати я помню на playstation играл третьим и когда здесь уже вот столько много всяких этих грахометов которые по три раза стреляют в разные стороны там настолько игра тормозить начинает это просто нереально ну то есть там fps наверное 5 становится вот когда вот начинается все это 5-10 fps так вот плохо оптимизировано ну они потому что делали на все платформы плантс версию зомби где-то не особо они сильно заморачивались с оптимизацией и поэтому я думаю какое-то количество миллионов долларов им игра принесла в playstation store по-любому я не думаю что там разработка была переноса это такая уже дорогая поэтому затратили может 100 тысяч долларов или там 50 тысяч долларов а принесло несколько миллионов по-любому и до сих пор приносит то есть можно и сейчас есть люди которые покупают на playstation 3 растения против зомби и не только на playstation 3 на других платформах поэтому компании которые переносят все игры свои на все платформы они они потом многие годы еще получают прибыль а есть какие-то игры которые вообще не переносят ну или эксклюзивы например hello эксклюзив для xbox так вот если бы его перенесли на playstation да тогда бы продажи xbox упали но зато деньги бы смогли заработать и разработчики но я так понимаю что разработчики это их купили xbox microsoft то есть это их компания поэтому им выгоднее что лучше это был эксклюзив и лучше купят больше консоли xbox по сути когда я покупаю xbox или playstation это покупают steam то же самое когда вот люди в стиме купили ты процент выплачиваешь за steam и поэтому все борются за каждого клиента кто купил xbox и playstation и даже цены снижают в минус даже лишь бы потому что это все равно окупится человек купил xbox например через год ну в течение года он купил 10 игр и 10 игр например им принесло еще там 200 долларов из 200 долларов они там например 30 процентов то есть 60 долларов себе забрали от разработчиков и вот получается если даже они себе в минус xbox тебе продали в минус то ты потом переносишь деньги в качестве игр вот так вот поэтому и steam как бы выпускает свои машины скоро steam machines уже их анонсировали показали как они будут какие варианты их там очень много видов и вот они тоже борются потому что там сразу steam установлен соответственно все игры которые будут для них они будут покупаться со steam и когда ты покупаешь игру ты получается приносишь прибыли и valve этот владелец new как его там забыл фамилию ну в общем new в общем он один из самых богатых людей стал только благодаря тому что все люди процент платят ну не люди а вот эти компании которые размещают свои игры они делятся процентом то же самое как в apple store google play в xbox и в playstation поэтому все так борются за покупателей делают скидки там всякие и прочее думаете что скидка это что-то в минус нет они только в плюс им да они в плюс тебе но 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 это пиратство кстати позволяет побороть так 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 я пропустил этого что-то заговорился немножко сейчас надо быстро стабилизировать ситуацию сейчас еще один пенек надо построить вот здесь вот и на воде целую линию сейчас выстрою выстрою огонь позволяет увеличивать демидж на два то есть одна одна пуля один горох это как два гороха один горящий горох как два обычных гороха по сути и самое идеальное его использовать с этими в будущем будет горохомет который четыре раза стреляет подряд такой с пулеметом как бы вот это самый эффективный для него огонь ну и конечно заморозка неэффективна теперь когда огонь есть потому что он превращается в горящее и никого не замедляет а стоит он 175 этот горох снежный вот так вот невыгодно получается так снова они почему-то сожрали здесь а внизу не сожрал а ну все это восьмой уровень сейчас он закончится что третья глава подходит к концу я немножко заскучал конечно все-таки хочется уже дальше пройти там сложнее сложнее и интереснее когда легко я не люблю игры легкие может кто-то любит а я не люблю я люблю чтобы было сложно так ну открыли мы орех большой орех через который перепрыгнуть нельзя да и он как я понимаю он все-таки немножко больше здоровья имеет его дольше есть надо ну и это непроверенная информация мне просто так кажется что его едят дольше так значит что нам надо что нам надо так 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 на воду поставлю а сделаю я здесь заморозку какую-нибудь покажу вам новое это растение новое а вначале мину возьму да заморозкой пройдем этот все никаких проблем немножко поменяю да будет сложновато но почему бы и нет пройти другим способом все равно и таким способом можно пройти все возможно так надо будет ачивки посмотреть что-то можно я думаю скоро сделать в будущем так мину поставлю так 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 надо больше sunflowers поставить выкопать закопать так и на воду поставлю сразу здесь будут три больших волны будет три волны поэтому надо серьезно подготовиться сразу запастись солнечной энергией что дальше уже без вариантов взрывать всех потому что у меня две бомбы есть две бомбы это конечно накладно но это безопасно зато если что не так взорвать можно и по кулдауну постоянно строю на воде так внизу один сейчас я ему поставлю подарок так все начинаю ледяные строить потихоньку и на воде тоже надо бы поставить будет у меня пока еще есть время так все отлично уже горло немного пересохло ничего скоро уже пройду в эту главу и перед четвертой немножко надо будет отдохнуть и прям сегодня я и четвертую пройду дальше посмотрим насчет пятой я уже хочу сад открыть саду там все выращивать покажу как вот сад мне нравится там есть несколько садов три сада обычный сад ночной сад и этот подводный насколько я помню три может быть четыре что-то еще может там есть давно было не помню там я еще помню улитка есть и можно что если выпадет шоколад даешь улитке оставляешь компьютер включенным и улитка собирает золото ходит там и собирает а если шоколад не давать она медленно бегает и потом со временем засыпает а по-моему чтобы она не засыпала надо что-то там по-моему кофе какой-то давать или что или это я просто уже выдумывать начинаю бред полный говорю наверное там нет никакого кофе там только шоколад для улитки чтобы она летала быстро она на 5 минут наверное хватает потом опять надо и шоколад насколько я помню его его нельзя купить его можно получить просто где-то ну случайно выпадать будет в будущем с каких-то там по-моему с любого зомби может выпасть как повезет просто так ну что вот так вот я построил такая у меня защита получилась ну мне нравится что симметрично красиво так сейчас на воде вот убрать можно еще один поставить да давай уберу поставлю здесь ага вот теперь это красиво еще один ряд сейчас буду строить я думаю у них нет шансов ребята у них абсолютно нет шансов но ведро конечно надо уничтожить с этим не поспоришь для ведра надо 4 заморозки или 3 хватает но просто если другие зомби они стреляют от других поэтому лучше всего 4 линии наверное против ведер но это конечно неэффективно лучше всего построить было обычный с огнем но почему умение попробовать и так пройти я решил так пройти вы конечно не будете таким способом проходить эти уровни у каждого своя стратегия каждый по разному хочет пройти главное играйте в хорошие игры вот что я вам скажу потому что если вы выиграете всякую чушь особенно всякие бесплатные игры где там надо кучу денег платить лучше завязывайте с этим есть идеально хорошие игры вот эта игра такая классическая и через 10 лет ее будут вспоминать как вот вот была же игра ну а сейчас что выходит ну вот была же растение против зомби первая часть а что сейчас выходит ну что что разработчики творят а что они творят они просто алчные разработчики хотят много денег ну если они там еще не в большой компании как electronic cards а в маленькой в своей так сказать тогда еще ладно они еще может не такие жадные они готовы там выпускать игру без доната платишь там пару долларов и все играешь на телефоне ну вот когда их покупает большая корпорация как electronic cards или какие там еще есть ubisoft vivendi что-то там еще есть не vivendi у них а не вивенди activision они же вместе там давно объединились поэтому теперь это activision ну activision что у них там call of duty activision по-моему это их основной хлеб основная игра которая приносит электроник cards больше все приносит fifa nhl американский этот футбол как он там называется mlf или как-то так вот эти игры самые прибыльные nhl хоккей баскетбол у них приносит есть еще издатель тукей тукей есть такие игры как тукей баскетбол он очень кстати прибыльный считается лучшим баскетболом лучше чем у электроник cards потому что там управление хорошее команды как-то сделано красиво прорисовка движок хороший анимация все плавно очень идет удобно играть приятно все команды представлены чикаго блуз и все эти американские ну и не только по-моему там и другие есть страны в общем самые прибыльные такие игры кстати недавно почему-то они закрыли контору которая делала sims и simcity вот sims мне не особо нравились а вот simcity я раньше играл помню давно давно и она мне нравилась что-то было в этой игре какая-то атмосфера ну это в старой simcity 1 simcity 2 по-моему я играл simcity 2000 вот я вспомнил 2000 мне нравилось и там по-моему я не помню по-моему 2000 появилась такая вещь ты можешь просто садиться в машину и смотреть как она ездит по городу или нет ты даже управлять мог там аварию даже какую-то сделать можно было вот так вот можно было так немножко заговорился извините заговорился и вот заметил что тут у нас происходит вторжение прямо полное вторжение а так все мы прошли этот последний чувак все что волнуюсь так ну что бонусная игра ну как бы не бонусная там где не надо строить за так перевожу мы слышали у вас намечается так сказать пул пати я не знаю как это правильно перевести вечеринка в бассейне как-то так ну и лучше не переводить у вас намечается пул пати и мы думаем что будет весело и что мы навестим вас что-то в этом духе ну что давайте ребятки а вот этот уровень тормознутый самый был на playstation 3 потому что здесь постоянно вот эти тройные дают и сейчас везде весь экран будет в них а я играю на маке в steam версию для мака практически игр нету но эта игра хорошо оптимизирована то есть она идет так же плавно как и на виндовсе абсолютно идентично идентично кстати маков все больше и больше продают должны скоро все игры перенести на маки потому что на маке все уже переносят практически там call of duty уже на маке есть уже начали все делать там battlefield все по моему есть ну все большие вот такие игры их переносят портируют но только многие не сразу а через время но у маков архитектура неудобная и все игры которые на маках даже если у тебя крутой мак там супер крутой она будет не так плавно идти будут проблемы с игрой потому что оптимизация здесь нету дирекса директ икса вот этого вот здесь по-моему opengl используется если я правильно понимаю как тут все это работает и портируют очень плохо они не обращают внимания на оптимизацию и соответственно у тебя может быть железо будет два раза лучше чем нужно но она будет играть тормозить очень плохо все будет поэтому никогда не покупайте маки для игр у меня просто мак так получилось на нем хорошо видео делать рендерить очень удобно все для этого сделано но игры это конечно не покупайте маки они очень дорогие драйвера у них не оптимизированы абсолютно да можно поставить конечно windows на мак но там есть проблема что проблема с дровами то есть они как бы потом со временем устаревают и просто их не упускают вот и все проблема такова что какие-то новые игры на windows выходят а если у тебя windows стоит на маке то там если там в основном родионы у них используются родионы и geforce определенных версий для них просто часто дрова они не в лучшем состоянии поэтому но мне нравится windows на самом деле я вот его уже не использую сколько три года наверное или четыре года я не использую windows только mac но я поставил его на mac как второй операционной системой но он конечно здесь абсолютно не так работает это совсем другое совсем другой уровень здесь неудобно конечно использовать я вот подумываю не знаю почему и как-то купить ноутбук razor blade да он дорогой но мне почему-то он нравится я не знаю я просто увидел как-то рекламу его я просто с головы его выбросить не могу не хочется его купить конечно плохо что у меня что-то в голове но рано или поздно я его куплю может не сейчас может через 2-3 года на данный момент у него проблема это перегрев да большая проблема он быстро перегревается потому что он очень мощный и мне еще не нравится то что он 14 дюймов самая новая модель она 14 дюймов это значит что экран меньше чем у меня сейчас а разрешение там хорошее высокое это значит что мне неудобно будет играть да там разрешение хорошее но некомфортно будет слишком большой экран но он один из самых мощных ноутбуков но я так понимаю что я так читал только комментарии на ютюбе в обзорах на английском там написано было много чего что проблема в том что неудобно до клавиатуры дотрагиваться когда он горячий то есть надо отдельно клавиатуру соединять но это уже тогда зачем ноутбук с клавиатурой сидеть ну но конечно производительность хорошая и он хорошо выглядит он офигенно выглядит он как макбук про их дизайн прям с макбук про выглядит он офигенно ну я покупаю дизайн чисто для себя то есть я никому не показываю что у меня он есть чисто для себя вот есть люди которые покупают ну вот он у меня есть но он чисто покажет кому-то а сам на нем не сможет потом играть ох промазал поэтому я не знаю в чем смысл то же самое покупают макбуки а потом пишут блин да тут нету игры где где игры вообще многие покупают я знаю лигу легенд играют на лига легенд хорошо на макбуках оптимизирована а вот например dota dota на макбуках ужасная по крайней мере год назад я пытался просто я был дот особо я в первую доту люблю играть любил раньше но вторая дота мне она не нравится по графике но я просто решил попробовать ужасно идет конечно дота это вообще дота лучше мне не играть многие люди кто тут играют даже в другие игры забывают что существуют другие игры просто я не знаю как они живут играть в одну игру это как странно странно ну что ребята прошли мы открыли новое растение это водное растение которое стреляет на ближе а подожди-ка да 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 это водная которая не нужна лилия никакая стреляет точно так же как и гриб ночной гриб такой же есть бесплатный и она тоже бесплатный вот то есть это разновидность гриба только для воды вот и все ну что смотрим что мы можем ближайшее время потом сделать вырастить дерево ладно выжить 20 волн это сделаем 20 игр пройдем вот что мы можем сделать 8000 солнца выработать это реально это реально я сделаю сразу в четвертой главе даже там где два-три флага надо уровень только потому что я не успею complete the time level by plant mushrooms но если мы откроем еще кофейное это зерно то мы сможем вот эту очивку сделать good morning называется доброе утро что еще а 30 монет но это в следующем боулинге более сложно мы сможем сделать собрать 30 монет за уровень не протерять не пропустив ни одну ну и все здесь как бы больше ничего мы не сделаем вот на руф уровне можно сделать не использовать и катапульт и все все ну ладно спасибо кто для досмотрел до конца это была интересная игра конечно немножко уже сонный все таки я играла 8 утра или всем утра рано проснулся решил поиграть поэтому в будущем играю я в kingdom rush как сказал в kingdom rush the fan zone и другие игры пока не знаю какие но следите за моим каналом и обязательно все расскажу в следующих видео спасибо всем кто меня смотрит если вам реально вот интересно вот это видео я жду вот чтобы были а лайки лайки какие-то и тогда я наверное если смогу я в будущем пройду эту игру на других платформах на playstation 3 и может быть куплю xbox и на xbox и пройду на xbox и он по-моему только на xbox 360 это игра на xbox one они ее не портировали хотя я могу ошибаться но если портировали на xbox one я с удовольствием пройду в хорошем качестве так сказать может быть там графика лучше улучшили там hd версию сделали потому что самая лучшая версия сама красивая это на ipad и они сделали нереально красивую эту версию она даже загружается там секунд 20 на самом на айфоне на ipad и то есть там загрузка реально 20 секунд она текстурить и разгружает начали так что всем всем чмоки но и вот этого оставим всем чмоки спасибо всем увидимся чао чао какао а